В новой истории возрожденного Котского Свято-Троицкого монастыря, что расположен в поселке Октябрьский, обретенный святыней. Это и камень из Иерусалима, и старинные намольные иконы, и большая, созданная иконописцами, учениками Игумена Алипия, и икона Святой Троицы, которая суждена стать алтарной, и ковчег с мощами святых угодников Божиих. При Котском Свято-Троицком монастыре действует настоящая иконописная мастерская. Пишутся иконы и для монастырского храма, и для верующих, желающих за пожертвование, получить икону с изображением святого или праздника для домашней молитвы. Ученики и воспитанницы Тобольской иконописной школы, с которыми поддерживают связь их наставник, в прошлом заведующий школой Игумена Алипий, охотно помогают и в обустройстве храма. Приехали иконописцы, здесь мы организовали прямо в храме рабочие места, вручили линейки, лазерные рулетки, леса тут у нас были, стояли, лестницы, и, значит, в масштабе, значит, все измерили и работали, ну, считай, около месяца мы где-то работали, вот над этими проектами три человека, и независимо, скажем так, друг от друга, каждый занимался своей работой, а я как координатором был. То есть мы пытались сделать, ну, как бы создать такую гармонию иконографическую, чтобы не было, как это обычно бывает, сделали один иконостас, потом переходим к работе над другим иконостасом и начинаем локти кусать. А что ж так, надо было вот эту композицию, вот эту икону сюда перенести, а это сюда. Вот, то есть каждый иконописец работал в своем направлении, а я координировал. Вот это, например, центральный иконостас у нас посвящен Святой Троице. И первая идея, которая пришла в голову, икону Троице, это доминанты, наша основная святыня, перенести в местный ряд. И когда промерили все, посмотрели, какое место будет для царских врат, для дьяконских врат, и как раз оно очень хорошо гармонично вписывается. Мы, ну, она у нас золотофонная икона, мы решили сделать центральный блок, царские врата, сень тоже с золотым фоном, одигитрию, а все остальное, значит, вот увести в такой зеленый оттенок. То есть там будет, видимо, такой галуконитовый, может быть, фон или малахитовый. Старинные иконы, которые живут в храме под стеклом большой витрины, игумену монастыря и отцу Алипию привозят с территории всей Тюменской области. Обветшалые и поблегшие, все они нуждаются в реставрации. Когда нам пожертвовали вот эту витрину, я эти иконы выставил, ну и сделал объявление для прихожан, что кто хочет, можно проплатить реставрацию иконы. Эта икона, вот здесь даже написано у нас, эти иконы будут отреставрированы, будет сделан паспорт реставрационный с подробной фотофиксацией, описанием всех реставрационных работ. Затем этот реставрационный паспорт мы подарим заказчику на память, а икона будет возвращена в храм и будет принимать участие уже в жизни церкви. То есть она будет либо здесь у нас где-нибудь находиться в интерьере храма на стене, либо в алтаре, либо будем полагать на аналой в празднике, когда совершается память того или иного святого. Ну вообще надо сказать, что прихожане находятся во время молитвы в основном здесь, как раз в этом месте, где мы с вами находимся. Вот, смотрят на эти иконы и, ну вот, видимо, сердце сжимается, как-то так располагается к тому, чтобы все-таки вернуть икону, отреставрировать, потому что эти иконы, они являются свидетелями того периода, который мы называем безбожный период. Они пострадавшие иконы, то есть, видимо, вот, чудом сохранившиеся, может, где-то их прятали, может, где-то на чердаках, может быть, где-то в чуланах, в сундуках каких-то, но находились они не в лучших условиях, потому что, ну, видно даже, если, посмотрите, осыпался красочный слой, где-то повреждения и левкаса, и доски самой, какие-то иконы нужно вымораживать, может быть, там где-то плесень есть, это, кстати, очень, это самый тяжелый случай, где-то, может быть, жучок-точильщик, который нужно вымораживать, уничтожает, но работы очень много. В фотографии икон Игумен Алипия отправляет реставратору, который оценивает объем и глубину повреждения. После реставрации для каждой иконы изготовят киот, специальный защитный, особым образом выполнен чехол из дерева и стекла, в котором возрожденный образ можно будет носить в рам и полагать на аналои. Первая партия икон уже находится у реставратора в Сургутском районе, в городе Лентори. Вот эти иконы, они прошли процесс закрепления живописи. Сейчас я буду раскрывать слой загрязнений, находящийся на этой иконе, и мы увидим, какая она была в первозданном виде. Я беру растворители и начинаю раскрывать. От более слабых растворителей ввожу понемногу более сильные, более крепкие. Посмотрим, на что будет она поддаваться. Раскрываю сначала небольшие участки для того, чтобы понять, какой растворитель действует лучше. Вот так, неспешно и тщательно, начинается работа с иконой. Вера Малявка, реставратор, выпускница Тобольской иконописной школы, сейчас живет в городе Лентори. Среди домашних забот находится время и для реставрации икон. Процесс реставрации длительный. В среднем на одну икону уходит не менее месяца. Мы должны раскрыть, то есть показать, какая икона была в первозданном виде. И вот так по миллиметру, по чуть-чуть, по чуть-чуть, совсем раскрывается образ. Сейчас пока не видно, потому что я не почувствовала, какой растворитель идет. Ну вот, немножко загрязнения стали выходить. А растворитель еще не вступил в силу. Немного надо подождать. Так, все, пошла грязь. Вот загрязнение. Очень медленно, чтобы не пошла краска. Вот краска пошла. Значит, растворитель очень сильный. Главное правило реставратора – не потерять автора иконы. Сохранить весь публик иконы таким, каким он был написан. Живописцы, реставраторы, особенно те, кто, светские художники, те, кто не обучался реставрацией, они очень сильно вмешиваются в иконы. И они думают, а, вот это вот меня сильно смущает. Вот тут замазал, тут замазал, там. И в итоге от автора остается очень мало. Вот это проблемы распространены. Следующий шаг после удаления накопившейся на иконе грязи – процесс укрепления живописи. Икона застилается проклеенной калькой или папирозной бумагой, кладется под груз и закрепляется в течение двух недель. Вот эта икона Божьей Матери прошла процесс укрепления живописи. Вот сейчас на ней находятся салфетки. Я их не убираю совсем, потому что, если я ввожу влагу, она прошла процесс укрепления, она вся осыпалась. Если я ввожу влагу, то я должна сразу снова еще раз закрепить живопись, так как здесь была плесень. Плесень, она очень сильно разрушает икону. Иконы, что подверглись заражениям плесенью, самые проблемные. Чтобы предотвратить развитие плесени, храницы иконы должны в абсолютно сухом помещении. Она разрушает икону полностью. После того, как я ввожу влагу, живопись, она начинает плыть. Как вот, если взять желатин, положить его в тарелку, он будет жидкий, потрясти его, и вот такая же живопись будет, если ввести сюда влагу. Она будет болтаться просто на основе. Поэтому эта икона прошла процесс закрепления. Видно, что крест был утрачен. Здесь была вставка, скорее всего, железного креста. Заказчик попросил все-таки восполнить эту утрату деревянным крестом. Столлер сделал новый крест. Мы его проклеиваем, наносим грунт. Грунт – это белые вот эти участки. То есть на него наносится мел, смешанный с клеем. И с каждым слоем мы стараемся восполнить утраченные участки. То есть вот эти участки, где осталась просто древесина, мы должны восполнить грунтом. После нанесения на икону порядка 12 слоев грунта, они выравниваются вышкуриванием. Затем наносится рисунок. И только после этого восполняется живописный образ. Живопись мы делаем. Стараемся приблизиться к автору максимально. То есть это не новописанные вставки, и они максимально близки к автору. То есть в какой стилистике написана икона, в той же стилистике восполняются вставки. Возрождение к жизни каждой иконы – это маленькое чудо. Особенность ли степень износа максимальна, и разглядеть изображение практически невозможно. Здесь реставратору помогают не только интуиции и мастерство, но и молитва, и проведение. Так случилось с иконой трех святых врачей – Космы, Дамиана и святителя крымского Луки. Эта икона, она была утрачена, почти все было утрачено. То есть осталось 5% живописи. И вот остался вот этот участок, и вот этот участок. Получается, и остался силуэт. Силуэт вот этого святого. Силуэт – это как бы не рисунок, но продавленная графьян. Вот этот силуэт, этот силуэт и этот силуэт. Значит, по силуэту я определила, что это какие-то либо преподобные, но, скорее всего, мужского пола по одеждам. И я говорю заказчику, кого будем здесь изображать. И, в общем, пролистываю по книгам. У меня есть книги, в которых я ищу подобные образцы. И, значит, смотрю по одеждам, скорее всего, это врачи Косьма и Дамиан, вот эти вот два святых. И думаю, ну кто же третий, кого будем третьего изображать. Звоню заказчику, и она говорит, а вы знаете, я была в Крыму, и поклонялась святым Косьме и Дамиану. И, вы знаете, вот там еще Лука Крымский был, он тоже врач. И я думаю, ну чудо, ну правда чудо, ну как так? И вот так рождается икона. Удивительно. В работе реставратора множество нюансов и тонкостей. Есть, например, определенные сложности в восстановлении икон, созданных масляной живописью, в отличие от темперной. Масляные мазки краской высыхают за 2-3 дня, поэтому процесс реставрации более длительный, может занять до двух месяцев. Здесь был написан лик, плики Божьей Матери, лик Спасителя, ручки, масло. По железу. Вот, здесь я не исправляю ничего, это же, получается, вот этот железный оклад, это двойник. То есть здесь не драгоценные материалы, вот что было у народа, то и использовали. Вот была жесть, вот из жести сделали оклад. Вот. И здесь тоже делается слой за слоем. И вообще очень тяжело бывает подобраться к автору, узнать, какая стилистика. И приходится тоже обращаться к образцам, к книгам. Итак, что же происходит в реставрационном финале? После завершения тонировки, прорисовки всех утраченных участков, рисунок закрепляется олифой. Получается, она лежит в горизонтальном положении, наливается масло, мы ее разгоняем по всей иконе, и в течение пяти часов мы подходим и разгоняем ее, чтобы олифа проникла как можно глубже и равномернее. После того, как олифа пропитала икону, мы пять часов снимаем излишки олифы, и она остается сохнуть. Что дает олифа? Олифа полностью пропитывает все слои живописи. То есть это масло, да, по сути, со смолами. Оно глубоко очень до древесины пропитывает. В течение года все это сохнет, пропитанное масло превращается в камень. Вместе с краской пропитанное масло превращается в камень. То есть это все каменеет, и гарантия 500 лет как минимум у этой иконы. И вообще у икон отреставрировано. Именно процесс полного высыхания олифы и есть завершение реставрации. Новую жизнь иконы уже обрели, и еще обретут здесь, в Финторе, и в других городах, где живут и трудятся ученики отца Алипия, игумена Котского монастыря, иконописца и наставника, положившего множество трудов для возрождения веры Христовой на Игурской земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин